Во время старта отопительного сезона здесь прорвало трубы. Кипяток затопил несколько квартир. Пострадала мебель, отделка, разрослась плесень. Проводка стала искрить. И это стало последней точкой. Жильцы решили сменить УК ДС-1. Нам говорят, вот уходите в ТСЖ и делайте, что хотите. А на все наши требования не отвечают, не предоставляют должным образом документы. Значит, хамят по телефону периодически. Жильцы говорят, дом страдает с 2015. Например, нет должного напора холодной воды, отопление запускают поздно, не убирают вовремя снег. На этом собрании обсуждали смену УК на более исполнительную. Ну я считаю, что если мы ничто не будем менять, то мы в этом болоте также будем плыть и также будем тонуть и дальше. Никто за нас эти вопросы в доме решать не будет. Часть жильцов и бывший председатель дома ничего менять не хотят. И сомневаются в новом претенденте УК Рекстиль. Говорят, существует всего 6 месяцев, а ее руководитель с миллионными долгами. Мы вообще рухнем. Вы представляете, там они снимают где, в общежитии, в каком-то комнатушку. Во-первых, наши данные. Куда будет все даваться? Ни бухгалтерии, ни паспортного стола нет. А один из соседних домов уже вышел из-под управления ДЭЗа. Но, по словам жильцов, за два месяца компания так и не передала новые УК технические документы. Об оттоке домов и коммунальных проблем мы хотели поговорить с главой ДЭЗ-1 Виталием Гроссом. Но в приемной сообщили, что не знают, когда он появится. Не получилось диалога и у жильцов нагущено. Для смены УК им нужно большинство голосов. У нас собственник голосует квадратными метрами своего помещения, принадлежащего ему на праве собственности. То есть, чем больше у вас помещения, чем больше у вас квартира или, допустим, офис на первом этаже, тем больше у вас голосов на общем собрании. Поэтому у нас, грубо говоря, собственники трехкомнатной квартиры имеют голосов больше, нежели у собственника однокомнатной квартиры. Как утверждают заинтересованные жители, за смену 80%. Дойдет ли до реальных перемен, можно будет судить через месяц. Артем Гусельников, Андрей Печоркин. День с толком.